Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 113. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы за 2 апреля 2016 года. Ну и кратко, посмотрите о чем мы здесь говорим себе, какие вопросы. Даже времени буду тратить, уже неоднократно показываем наше объявление. Тормозните и посмотрите. Немного быстрее, чем мы считаем. Ну и вот это вот, краткое содержание нужно нам, роликов наших. Ну и вот это вот, на нашем сайте, вот тоже затормозите. Перевести вот в это, аудио. Не аудио, а книги, в такие форматы. Ну и вот идут у нас занятия. Дальше. Юрий Соболев. Все, кто нападает на меня, я уже знаю, пойдут на повышение. Это он мои слова берет, но у меня уже опыт такой есть. А он это прослушал, все идут на повышение. Вот это что-то такое же есть в человеке, да, притом это удивляются люди. А я тут задаю ответ. Дальше. Такой рецепт успешной карьеры раскрыли, Игнатий Тихоныч. Да. Ожидайте теперь мастеров и Маргарит, чающих найти свой лотерейный билет в мусорной корзине и оставив близких полетать на метле. Ну это понятно, о чем он говорит. Понял о чем? Ну это мастер Маргарита. Мастер Маргарита, Булгакова. Тут, если человек не понимает, то он скажет, а какое отношение-то имеет к вам? Я по работе продвигаюсь, тут и оно. Это люди говорят так. Люди большого звания. Встреча с вами, говорят, у меня всегда, по сегодняшний день, я непрерывно повышаюсь должности. Я говорю, а в чем связано? Понятия не имею. Вот сейчас я буду говорить. Я отвечаю. Не я же сам это говорю, а только дело известное следующее. Все, кто на меня нападает, все без исключения идут или в корзину, вбегая в гроб, или на быстрое повышение. В зависимости от того, что они говорят. Пока что исключение не сообщалось. Ни в печати, ни в приличной благодарности. Сначала хорошее. Батюшка наш отец Яким Лапкин мне звонит неоднократно из Омска и из Тюмени. Просит согласиться на просьбу режиссера документальных фильмов в студии ОПЬ города Новосибирска, Малашина Юрия Николаевича, которого звали мозгом в студии, поставившим около или более ста фильмов, хранящихся в Конгрессе Америки, как он говорил. Он просил, чтобы я согласился встретиться с ним. Наконец я согласие дал, и он записал мое слово. Этот Малашин был единственным режиссером, который ездил по стране с патриархом Алексеем Вторым. Фильм потом назвали «Гласо пьющего» или «Второе крещение Руси». Он, не с лучшим качеством перезаписи, стоит на нашем сайте в Освете Библии. Хорошо, посмотрите. Потом режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич, красноярский филиал от Свердловской киностудии, снимает. У нас же два документальных фильма. Фильм «Предчувствие» занимает первое место на международном конкурсе документальных фильмов о православии. Фильм «Златоуст» из Потеряевки занимает первое место в России. Ну, знаете, на дороге не валяются такие фильмы. Тут снимали фильм о погибшем губернаторе. Ну, снимали долго, Евдокимов, известный Путину. Ну, еще сняли. Вложили деньги большие, сняли, ничего и нет. Не то, что какое-то место, а его никто не смотрит. А этот буквально в каждом метро продавались. Мне говорят в Америке, это когда я был, я говорю, наверное, миллионером сделался, я говорю, не копейки, а как так? Это везде, я говорю, такое. Если что-то ты сделал на твоем выступлении, то это делится. Ты ни одной копейки не получил. Дальше. Точно так же и аудиозаписи в моем доме. На конкурсах они делаются ведущими. Вот сюда приезжает из ГТРК, а потом мне говорит, вот я вас интервью-то брал, так у нас было здесь, я не знаю, до Дальнего Востока, что ли, говорит. И его там подняли на очень высокую ступень. Дальше. Точно так же, так, и репортажи, и интервью у нас разных журналистов проходят с таким же успехом и премиями от Останкина и других же престижных сообществ. Вот вы делите, первая премия. К нам, кто потерявку приедет, напишет первая премия. И дальше. Объявляют конкурс о жизни замечательных людей. Ученик Попов Иван Сергеевич пишет обо мне. Почему? Я же о том и знать ничего не знаю. И опять же, первое место. Так это вообще российские. Ну, понятно, первое место. Там не один, не два, сотни претендентов было. Дальше. Снимают фотографы РИА Новости и другие. И везде знаковые премии за снимки в наших пенатах. Это первое место сняли. Пасхальное сняли. И при том. И наши фото о нас идут на обложке брошюр. Делают это вовсе и без уведомления нас. Случайно только узнаем где-то. Не я же это делаю. А вы говорите. Ну, я обязан сказать, раз вы не видели. Идут на повышение. И дальше. Иду по своей улице Ползунова. А мне на встречу полковник. И руки раскинул, обнимает. Вот эта встреча, это же на счастье. В смысле? Я много вопросов задаю. Удивленный такой. В первый раз меня вызвали наказать. Это точно. Я был виноват. Но мне дали подполковника. Со мной встретился. А его фамилию уж могу даже назвать. Акимов. Акимов. Военкомат. Городской, видимо, военкомат. Потом еще была у меня мимолетная встреча с вами и мне. Потом мне говорит. И мне раньше срока дали полковника в военкомате. И вот теперь иду. А я отвечаю ему. Теперь только быть генералом. К нам во двор заходит директор крупного магазина «Красный» Исаев. А мы в это время ведем под березой близ входа на нашу территорию библейские занятия. Он сразу встал. А что это за ора у вас такая? Какая? Да светлая, положительная. А вы разве не чувствуете? Как-то на мои занятия в ГТУ зашел директор университета Евстигней Владимир Васильевич. Когда он вышел, то воззрился на меня. А что это за люди у вас? А у меня там и краевая администрация из разных, из милиции, из КГБ, из ФСБ. Кого только нету, люди. Двери-то открытые. А что? Да разве вы не видите, как лица у них светятся? А у него 21 тысяча студентов. И нигде он этого не видел за всю жизнь. Я говорю, а студентов там много и разное. Нет, говорят. Это другое-то. Я ему сказал, что это не наша заслуга, а благодать Христа объемлет нас. Сам же я ничего этого не вижу и не знаю, только стараюсь быть ему верным во всем. Что это? Что это? Ну один бы сказал человек, ну я привел только. Так я привел малую часть. Малую часть того, что люди это говорят. Дальше. И иное. Радиостанция «Свобода» из Англии заказывает обо мне репортаж известному и талантливому журналисту Черникову Александру Тихоновичу. Написать обо мне сугубо отрицательную статью за приличный гонорар. Англия? Враждебная какая-то, ну, свобода, она очень известная. И он, как вы узнали-то, почему, я спрашиваю? По всей вероятности, потому что я до этого 14 лет работал над темой о мировом господстве евреев, масонах, комитете 300, начертании зверя и о самых последних временах при Антихристе. И вышел мой этот материал и был распространен не худо. И его мне инкриминировали, когда в 1986 году меня судили и упекли в лагерь, Жанатас, Джамбульской области. А Саша зачем-то согласился. Но он же был потерявки и уже знал истинное положение вещей. Его статьи помещены в книге «Для Слова Божия нет уст», «Межколосьев и звезд», страница 368-я. И другая статья, страница 372-я. Можете прочесть на нашем сайте. Встречается как-то он мне на перроне вокзала в Барнауле и говорит сам об этом и добавляет, что никак статья не пишется. Отрицательно. Я не могу ничего взять. Что, говорит, писать надо? Я говорю, зачем же соглашался? И все же, видимо, что-то все же начал писать. И вдруг с ним случается такое. Бросает все и скрывается. Уже около 20 лет ни слуху ни духу якобы была смертельная угроза. Понятно? Это вообще ужас какой-то. А кто, откуда вы знаете? Ну, те, которые его знали, корреспонденты. Пишут против нашего лагеря Стана. То есть и лишь напротив меня. Три махоньких статьи. Самульцев Александр. Лучший журналист МК на Алтае. Московский комсомолец на Алтае. Находят его мертвым. Маленькое время проходит, мертвым нашли. Я был в краевой администрации. Никто не может понять его вещи. Записная, разбросанная где-то. Считают в подвале где-то. Закончил. Участвует в травле против нас профессор. Режут в подъезде. Понятно. И как резали-то страшно. Задница вначале. Других выгоняют с работы. И иным запрещают репортажи на тему религиозную. Что это? Я спрашивать должен. Восстает против иеромонах, живущий со мной. И теряет веру. И монашество свое уходит в мир и женится. Ну, это трагедия. Любой скажет. Да как это может быть? Не знаю. До этого у него все шло гладко. Как только против восстал, сразу у него все пошло. Как тут не вспомнить курирующего мою деятельность майора КГБ, ставшего генерал-майором в охране президента. Как не поведал о том директор одного предприятия. А то его, говорит, родственник его. Приехал в лагерь мне и рассказывает. Я говорю, а вы-то откуда его знаете? Ну, как откуда? Даже в своях мой. Такой маленький был, ну, шустрый такой. Дальше пишу. Этот сотрудник до компетентных органов относился ко мне весьма хорошо даже. Вот так. То есть всегда было по-хорошему. Это можно было и по-другому. И вдруг сегодня мне подкидывают вот это. Называется так. Открытая дверь Ярл Николаевич Пести. Вот это его, кто он такой и что. Ну, кинули-то для чего? Ну, как я отзовусь? Мне бросили здесь об одном. Ну, Вурмбранд, Ричард. Ну, я говорю, я с ним переписывался. Он много сидел в Риме. Да вы что? Ну, у меня переписку-то пожгли в прокуратуре. И дальше я пишу. Иглаз, с детства верил, что есть Бог. И будет страшный суд. И участь грешников, которым я и принадлежу. Участь в аду. Это я написал и поставил под этим роликом. Под его. Участь окончательная и неизменная. Я так верил. И только после армии в возрасте 23 лет, 27 сентября 1962 года, впервые получил в руки Новый Завет, а потом и Святую Библию. В этот вечер и принес полное покаяние перед моим Искупителем Иисусом Христом, умершим за меня на Голговском кресте. Садя с корабля, где в это время работал, на берег у верующих в городе Венспилс, Латвия, впервые услышал через шумовую завесу проповедь орлопейстии. Будучи православным, имея толкование святых отцов на всю Святую Библию, из его проповеди нового уже ничего не мог получить. Но его убежденность и сила в голосе побудили искать его проповеди, чтобы распространить многим. Имел чистые проповеди. Прямо со студии 136 часов звучания. О, Господь как сделал? Каких людей нашли, которые встречались? И дальше. И когда меня судили в 1986 году, то и это было мне поставлено так же в обвинение. После мы с Иерном Николаевичем переписывались. Я сказал ему, что являюсь православным проповедником и миссионером. Он попросил прислать ему мои выступления. Ну и книгу послал для слова моего Божия нет уст. И он говорит, что мы всей семьей считаем каждый вечер. Просто говорить даже не надо, как это высоко. Он высоко оценил это. Дальше. Он просил прислать ему выступления. После богослужения в нашем храме мы нередко оставались и слушали проповеди Ярла Николаевича. Ну, православный, чтобы проповеди слушать при храме, ну, где-то кто знает. Сообщите, у кого такое было. Я первого проповедника услышал там, в той... Однажды, прокручивая его проповеди в поезде, услышал от мужчины. Я не верующий. Ну вот, что он верит в то, что говорит, в это я поверил сразу. Что Яр Николаевич, это верующий человек. Вот так. То есть, я не знаю, кто из баптистов распространял. Представьте, 136 часов звучания. Это сколько же... А пленка 8 часов. 8 часов 20 минут. Я их перегнал, кассеты на катушке, 375 метров. И распространял по всей стране всем. И православным, и кого только нет. То есть, для меня это не посторонний человек. Ну, а потом мы все-таки списались, и вот такая у нас была... То есть, хорошее отношение. Он не православный. Явно, не православный. Но я за него помолился, когда он умер. Он умер, 89 лет ему было, как мне известно. У него 10 детей, 6 сыновей, 4 дочери. Он мне дал адрес, чтобы вышел я в Москву на детей. Я написал, ответа не было. Я не знаю, получили они или нет. Ну, и большой-то нужный не было так. Юрий Соболев. Когда Юрий прочитал, что я написал, он пишет. Я только вас благодарил Бога, помянув добрым словом вас. И пришло ваше письмо. Фильм посмотрю позже, очень желаю. Сейчас на работе. Благодарю за ссылку. Твоя же песня. Вот то, о чем я вас вопрошал для своей исследовательской работы еще два года назад. Бог как бы сам открывает теперь дополнительные данные из других совершенно источников. Но все именно так, как прежде говорили мне вы. Слава Христу! Видите, какие вот сведения. Далеко не все они хотят на сегодняшний день. Ну, вот теперь показать, что. Это у меня... Это, если это неправильно, да, наверное, вот так вот скинуть-то. Это пишут. Тут люди получают книги, покупают книги. Остатки книг продают. Сегодня только почти полные остатки по частям получают. Вот. Это моя страница в моем мире. Я в шапке. А где я с голубем, там я не бываю только модератор. То есть, видите, запасные, копии делаются на всякий случай. Вот видите, сколько. Сколько у нас здесь видео? 2935 роликов. И 18... 18916. Видите, сколько здесь. Здесь и аудио очень много. Просим, приходите сюда. Все, каждый день сюда копирую с главного. Это с Ютуба. Ну, и вот наш форум. Форум большой. Вот он где. 1587. Вот здесь вот главное это новое сообщение. Кнете сразу на этой странице. И вот здесь общий поиск. Ну, тут рамочка. Мне любое слово записать только и уже получите желаемое. Все абсолютно. И книги. Большие-большие темы. Ну, это наш православный видеоканал. Сколько роликов точно не знаю. Это надо посчитать. 4250 примерно. Люди находят иногда совершенно старые. Я уже забыл, когда они были-то. Но три года все-таки уже. Вот. И самое ценное, вот, это «Воскресенье Библии». Сайт. Православный библейский сайт. Вот здесь и есть книги. Здесь все фильмы, которые я назвал. Вот. Звук видео. Здесь множество фотографий. Здесь мои стихи. Здесь вот три книги, которые в развернутом виде. Проповеди. И вопросы-ответы. Ну, и аудио. Это 50 книг моим голосом насчитаны. Ну, и вот все на этом. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. 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 Аминь.